Из меди, пластичного металла с рыжеватым отливом, на протяжении тысячелетий изготавливали самые разные изделия, от ружья до монет и медной проволоки, в составе современных электрических проводов. Медь обладает рядом уникальных свойств. Бактерицидное действие меди используется при строительстве водопроводов, а также в производстве предметов, которые часто касаются людей, например, дверных ручек. Медь входит в состав многих сплавов. Сплав меди с оловом называется бронзой, а с цинком – латунью. И снова я рад приветствовать всех любителей компьютерных игр. Мы продолжаем играть в цивилизацию 5 Brave New World. Мы накопили вот такую сумасшедшую армию. У нас вылупился великий полководец. Но мы, к сожалению, не можем воевать, потому что у нас очень все печально по настроению граждан. В прошлой серии мы получили какие-то товары, а, жемчуг от города Мельбурна, что повысило настроение граждан и смогли аннексировать таким образом город Немрут. Но это все шатко, потому что город Мельбурн скоро не станет нашим другом, и мы снова будем в опале у нашего населения. И как-то в этом аддоне захватническая стратегия не очень-то работает. Ну да ладно. Играем, изучаем. Неплохо так положил наших ребят. Так, еще один неизвестный игрок теряет свою столицу. Все-таки захватывают без всякого стеснения столицу. Город Лодь срастет. Это замечательно. Так, как раз он вырос вот здесь на коровках, а здесь на пшенице. Сейчас будут расти вот сюда. Зачем? Вы успешно выполнили все, о чем вас просил Бухарест, создав оракула. Ваше влияние на этот город возросло на 40. Теперь союзник Бухареста, это культурный город, дает нам 6 культуры. Отлично. Уже скоро вылупится еще один общественный институт. Через сколько ходов? Через 6 ходов. Так, Бухарест объявляет в войну противник Аске. А, да, он же теперь наш союзник. Где наш Бухарест? А, он наш вот здесь, по-моему, Ханой. Бухарест. Ну, конечно, ты войну объявил. А толку-то от этого? Ты пойдешь войной, что ли, на него? Так, никто теряет свою первоначальную столицу. Прикольно. Так, Мельбурн. Союзником бы стал нашим. Блин, денег на 9 ходов хватит только. Ладно. Так, копейщики, ну-ка лечитесь. А вы строите рудник. Вот эко-аказия, да, смотрите, здесь. Шурудятся что-то. Что-то шурудятся. Ну-ка, места можем поменять? Можем. И вдарить как следует. Ой, блин. А, только развернуться можем. Так, на этой клетке нас вроде никто не подзаденет. Пророк идет в город какой-нибудь. Я думаю, я рядом со столицей что-нибудь построим такое. Сумасшедшей красоты. Победа, ты смотри, если мы нападем. Наступить мы сможем? Нет, интересно. Потому что нас потом могут обстрелять с города Гао. И нашим ребятам наступит конец. Пока стоим. А этими укрепимся. А этими обстреляем. Во! Во, как хорошо. Просто замечательно. Так, кстати. Защита у города Гао 21. У нашей Варшавы 20. Здесь 13. Совсем плохо. Здесь 12. Совсем печально. Здесь 16. Уже неплохо. Так, здесь 18. Карфаген 18. Здесь. О, что бы напало? 13. 26. Самая крутая столица из всех наших. А нет, Ханой 27. А, ну-ка, Библ. 17. Фигня 20. Мельбурн. Бухарест. 16. Тоже фигня. Так, предлагаю здесь построить крепость. Крепость у нас... А, у нас крепость же захватывает клетки, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Если мы поставим... Блин. Что ты прыгаешь так, дурачок? Если бы поставили крепость здесь, испортим сразу отношения с двумя. Если поставим здесь, допустим. Вот это вот будет наша, вот это. А, только эта клетка будет наша? Это не будет наша, интересно. Ладно, пока не будем ставить крепость. Крепость пока что так неплохо у нас без крепости. Так, а тем временем, довольство растет. Серебро, алмазы, красители, шелк, вино, медь. Кстати, среди вот этих всех нету... Жемчуга. Значит, я не получаю жемчуга, и значит, это не упадет. Так, ноль от настроений в городе, ноль от настроений из общественных институтов, ноль настроений от зданий, один от обнаруженных чудес природы, да, это я помню. Два от городов-государств. Вот, два, на два упадет. Неплохо, все равно будет. Девять от уровней сложности. Во! Ладно, хорошо. Нам надо для уверенности штук 10, наверное, набрать. Ну, вроде неплохо они так успевают подлечиться. Главное, чтобы рабочие работали. А копеечки как бы перенесут, получается, артиллерийские удары от города Тамбукту. Так, а тем временем у нас истек срок действия мирного договора, который заключили мы и Ашур Банапал. Теперь они могут объявить нам войну. Вот это печально. И здесь идут сангайские воины для чего-то. Зачем вы здесь ходите? Интересно. А, это сангайские воины. Тьфу ты. Я думал, это Ашур Банапал. В принципе, можно на него напасть и отбить Карфаген. Не такая уж у него и крутая защита. Да, о, смотри, у нас увеличилось до шести. Отчего интересно? Два от настроений в городе. В каком городе? С чего вдруг? Что-то построили? Так, Петра создается в далеких землях. А, цирк мы построили. Вот два очка нам дали. Хорошо, это в городе Кракове мы построили цирк. Поселенцы рабочие. Рабочая лодка. Воины-разведчики. Копейщики. Так, по деньгам. По деньгам у нас все плохо. Рынок. Аж целых 11. Так, здесь культура и еда. Колосс. Золото плюс 5. На 18 ходов для колосса. Не много ли? Даю дополнительную ячейку торгового пути. О, как. В городе появляется грузовой корабль. Торговые пути, ведущие в город, где есть колосс, приносят дополнительно 2 владельца города и 1 владельцу торгового пути. А, город должен находиться на берегу. Это понятно. Блин, обалденная вещь, давай. В принципе, мы уже можем напасть на город Джене, захватить его и сделать из него сателлит. Потому что у нас 6 удовольствия людей. Поэтому разворачиваем наши войска на юг. А, подожди, у нас, смотри, 343 веры есть. Поэтому мы делаем что? Переходим в Варшаву. Миссионер, а где? Подожди, за 300 очков мне обещали, что я куплю. Для появления великого пророка необходимо накопить не менее 300 веры. Ага, и где он? А, или пока у меня есть вот этот мусульманский великий пророк, я не могу взять другого? Так, ладно, давайте разберемся с мусульманским великим пророком. Потом посмотрим. Так, лошадки пусть стоят здесь. Если сюда поедешь, получишь по башке. Понятно. Так, вот наш великий пророк идет в город Варшава. Здесь вот советует нам уже построить какие-то чудеса. Ну, не чудеса, а эти. Ну, всякие штуки. Дрюки, ну, вы поняли. Так, на всякий случай вот этих лучников оставим здесь. Лучше призовем лучников отсюда, с Кракова. Пусть они тоже обстреливают город Жена. Блин, а между тем, золото 12 вообще. Что делать-то с золотом? Я надеюсь, что это серебряный. Ты вообще там работаете вы? Нет, не вы. Да, строят, да, смотри. Пять ходов осталось. Блин, у меня тоже пять ходов осталось, если так посмотреть. Так, тебя оставляем пока. Ты пока здесь стоишь. Великий полководец. Какой-то захватнический юнит у нас должен быть здесь. Типа пикинёров. Давайте одних пикинёров заберём. Вот этих вот ребят. Потому что кто-то должен же захватывать. Город Жена. Так, пока стоим. Следующий ход. Хотя, может быть, его уничтожить? Да, смотри. Мирный договор, говорит. Давай, заключи мирный договор. Я тебе отдам так, Джена. И заключу мир с Бухарестом. Ну, давай. Золото дай мне ещё. Ну, 30 хотя бы. Не, не 30, подожди. У меня там вообще печально по золоту. 50 дай. Нет, говорит. Чё ты хотел сказать? Чё? Кто? Я? Ну, на 30, ладно. Сам... Сам? Ну, ладно, давай, чё. Сык он, Бадамский. Так, что мы хотим сделать с этим городом? О, аннексия увеличит на 11 недовольство. Сателлит на 8. Уже будет двойник довольно граждан. Разрушить всё равно на 11 увеличится недовольство. Во, наконец-то, Великий Пророк появляется в городе Варшава. Замечательно. Но с каждым ходом будет уменьшаться недовольство. Ну, блин. Давай сателлит. И золото в минус ушло. Пипец. Это вообще я банкрот сейчас буду. Великий Пророк. Давай-ка мы с тобой пойдём в Библ. Они давно желают нашей веры. Ты чё, не знаешь, как пройти сюда, что ли? А, у тебя нет очков. Перемещение. Да? Есть же. Подожди. А, он может укрепить веру. Понятно. Распространить религию. А можно сначала распространить религию, а потом укрепить веру? После этого действия число последователей православия возрастёт до 8. Доминирующей религией в этом городе станет православие. Прикольно. Блин, я вот не знаю. Давайте укрепим веру, потому что распространять религию мы можем и обычными миссионерами. Укрепим веру лучше. Аски заключает мир на договор с городами и государствами. Ага, и со мной тоже. Так, ну, укрепляем нашу веру. Второе верование почитателей. Аскетизм. Святилище даёт плюс один довольных жителей в городах с тремя почитателями. Почитателями. Благословение гуру. Плюс два производства, если в городе есть специалист. Божественное вдохновение. Каждое чудо света даёт плюс два в городе. Литургическая драма. Амфитеатр даёт плюс один к вере в городах с тремя почитателями. Мечети. Можно строить мечети. Плюс три к вере, плюс два к культуре, плюс один к настроению. Зачки веры. Мечина орала. 15% к темпу росту в городах в мирное время. Святилище и храму дают по одной еде каждый раз. Пагода можно строить. Пагода плюс два к вере, плюс два к культуре, плюс два к настроению. Праведное воинство. Можно покупать и наземные юниты. Понятно. Религиозное искусство. Эрмитаж даёт плюс восемь к культуре и пять к туризму. Это Эрмитаж надо ещё построить. Правильно? Религиозное сообщество плюс один к производству за каждого почитателя. Максимально плюс 15. Сады мира. Сады мира дают плюс два к настроению в городе. Хуралы. Храм даёт плюс два в городах с пятью почитателями. Блин, про деньги ничего нет. Ну да, смотри. В принципе, я думаю взять пагоды что ли. Сады мира. Что такое сады мира? Сады и дают плюс два к настроению в городе. В каждом городе плюс два будет настроение что ли? Давайте это выберём. Так, верование. Укрепление ещё надо выбрать. Окей, здесь что-нибудь с деньгами связано есть. Защитник веры плюс 20% к боевой мощи рядом с дружественными городами. Исповедующим эту религию. Мессия. Пророки становятся на 25% сильнее. Для их появления требуется на 25% меньше веры. Религиозное единство. Религия распространяется в дружественные города государства с удвоенной скоростью. Религиозный текст. Религия распространяется на 25% быстрее, 50% после открытия печатного пресса. Реликварий. Дает по 50 очков веры после каждого использования и исчезновения великого человека. Святой орден. Минус 30% к стоимости покупки миссионеров-инквизиторов. Справедливая война плюс 20% к боевым мощи рядом с вражескими городами, исповедующими эту религию. Странствующие проповедники. Религия распространяется к городам на 30% дальше. Фанатичные проповедники. Плюс 25% к силе убеждения миссионеров. Блин. И здесь по деньгам ничего нету. Давайте возьмем вот этот реликварий. Дает по 50 очков веры после каждого использования и исчезновения великого человека. Или нет? Давайте. Делать ничего. Денег все равно никакой бонус не дает. Крепить. Да. Окей, где мои довольные граждане? Или мне надо опять строить... Эти, сады. Так, пока ждешь. Пока все развернутся. Тоже ждем пока. Или подожди. Давайте по очереди ходить. Ты сюда. Ты за ней. Так, ну-ка поближе подползем. И будем потихоньку косить вот этих ребят. А что, не можем что ли? Почему? Не хватает очков действия? Ну ладно, в следующий раз тогда. Стоим, ничего не делаем. Вылечитесь. Вылечитесь. Да, кстати. Кто цирк создает? Я думаю, мы не мрут-то аннексировали. Что-то ничего не поставили создавать. Оказывается, он цирк создает. Что тоже неплохо. Так, теперь город Джена у нас... Это, подожди, кто такие вообще? Теперь город Джена у нас сателлитом стал. Аннексировать мы пока его не можем. У него аннексия была 11. А с сателлитом он стал за 6, по-моему. Поэтому нам в разнице надо 5 очков неверия этого. Довольствие, в общем. Так, ну у нас получается теперь союз с этими ребятами. А, поэтому мы атаковать-то не можем. Чего же я так затупил-то? Ну давайте уходим тогда в гарнизоны. Или все-таки нападем на этого парнишку. Карфаген. Захватим. И отдадим его в утики. Точно, вот это как раз. Это я молодец. Это я придумал. Хорошо. Давайте в Джена. Великий Пророк. Ты, на сожалению, ничего проповедовать не будешь. А вообще, по идее, да, я могу укрепить им веру? Свою. Не знаю, не знаю. Так, давайте на север. Судак. Карфагену. Следующий ход. Вообще, по идее, пророкам из другого государства, ну как бы, силлогически подумать, ну невозможно. Укрепить свою веру. Потому что вера – это православие, а там мусульманство. Не сказать, что враждующие веры, но диаметрально противоположные, да? И было бы глупо полагать, что я смогу при помощи пророка, великого исламского пророка, укрепить веру православную. Было бы глупо. Ну, это игра, все равно. Что ж, с нее возьмешь. Так, давайте на эту клетку. Тут тоже, видимо. А что, ты не можешь на эту клетку, что ли, запердолиться? А, подожди, вот сюда давай. Здесь у нас есть вино. А вино нам, кстати, дает бонус. Бонус, да, блин. Никто наношал. Бонус вот такой вот. Две веры будет давать нам, две культуры. О, по золоту, вроде неплохо все уходит. Давай, 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 давай. Блин, я как первый раз, да, играю в этот аддон. Я насколько привык играть в... В Guts and Kings. То есть, уже... Руки заточены. У тебя тоже, да, великий полководец есть? Спартак. Ух ты, какой крутой гад. Руки заточены под эту цивилизацию. Ну, вернее, под ту. И... И мозг под ней заточен. А здесь как-то все по-другому, что ли. Так, ну, убираем. Недалеко, правда. Давайте, вы здесь будете патрулировать у меня. Поэтому стоят на дежурстве. Копейщики эти охраняют у нас. Так, эти у нас излечились. Нет еще пока. Карл Мартелл идет вперед. За ним идут катапульты. Так, подожди, давай посмотрим. А, ты можешь проповедовать здесь ислам, да? Ага, сейчас прям, подожди. Святыню вот здесь построим. Или даже вот здесь. Потому что вот эта клеточка, насколько я помню, она обрабатывается. Да, вот здесь обрабатывается клеточка. Рабочими. А здесь мы построим святыню. Прямо на берегу реки. И все красиво, все такое. Так, прям за великим полководцем. Копейщики, да. Один отряд, как минимум, мне нужен. Копейщиков. Для захвата Карфагена. Кстати, я немножко отстаю. Вот-вот-вот, почему у меня по деньгам-то все так плохо. Сейчас будет создан караван из города Варшава. Мы будем с Карфагеном, наверное, все-таки торговать. Я думаю, там достанет до Карфагена. А вот и второй разведчик у нас будет. В виде Триремы. А с Ашурбанапалом пока торговать мы не будем. Потому что сейчас мы объявим войну. Так, пока здесь стой. Вот. И. Так, меткие лошники. Вставайте в гарнизон. Давай вот здесь вот построим. Построй святыню. Юнит исчезнет в процессе работы. Если клетка улучшена великим человеком, ее стратегические ресурсы войдут в вашу торговую сеть. Стратегические ресурсы. А, подожди. Значит, здесь-то тоже мы можем. Блин, уже я пока туда-сюда бегал. Очки. Примещение. Так, караван. Положи торговый путь. Смотри-ка, как мы можем. Мы можем торговать со своими городами. Если отправим в город Дженнеф, Краков, Лотц, Внемрут, получим 4 пищи за ход. Если отправим в Ашур, получим 9 золота. Но в Ашур мы не отправим. Мы в эти города не будем отправить. Потому что мы сейчас с ними будем воевать. Если мы отправим в Утику, получим 7. Мельбурн 6, да? Я думаю, в Утику отправим-то самый безопасный будет и самый выгодный. Потому что ты смотри, да, еще. А, мы Веру будем туда доставлять. 6 давления. А если мы будем торговать с ГАУ, они будут на нас давление оказывать. У них Вера сильнее получается, да? Ладно, в Утику иди. Да, я уверен. Жадничать не будем особо. Ну, потом наладим контакты с, скажем, с Томбукту и с Ашурбанапалом. Так, копейщики стоят, наши охранники. Вы, значит, у нас... Давай, пойдете на войну тоже. Чего уж там. Так, проект у нас в городе Варшава закончен. О, цирк нам нужен. Цирк нам нужен. Так, из Великого, что там, висячий сайд, да и дает культуру один и пищу. Требуется традиция в городе, где они были построены. Без плана появляется сад. Так, сад, сад, сад. Вот, а не об этих лесодах нам говорилось. Наших верах. Подожди, подожди. Рынок, да? Вот рынок бы мне... Хотя у нас уже в плюсе, да, мы идем? Отлично. Давайте цирк за пять ходов изучим. Ну, вроде ничего, так выруливаем, да. Я вначале-то испугался, думал, что у меня эти два государства просто задавят с запада, да, с востока. С севера, востока и с запада. Просто возьмут в тиски и не оставят от меня ничего. И как бы это для летсплея не очень хорошо. Потому что первые-то серии я уже успел выложить. Так, Трилема. Да, давай здесь прохлаждайся. А вы на войну, на войну. Так, копеечки эти охраняют. Эти идут Агьергардом. Так, ну давай. Лес на этой клетке исчезнет. В ближайший город получит 20 производства. Замечательно. Давай построим, что ты построишь у нас. Ух ты, какая штука, да? Прикольно. Во, насколько веры дают. Это 5 веры, по-моему, да, так обозначается. Или даже 10 веры. И сразу же, да, смотрите, попадают в торговую сеть одно производство и одна пища. Одно яблоко, хотел сказать. Вот, так что вещь-то такая, она замечательная. У нас вера просто сумасшедший коэффициент 89+. Так, Карфаген теперь союзник Мельбурна. Ну ладно. Чёрт с тобой. И смотрите-ка, вот эти государства, они тоже не очень-то сильно разрастаются, да, в плане того, что они строят новые города. Да, допустим, если я сейчас захвачу Карфаген и отдам его Дидоне, не окажу ли я ей медвежью услугу, потому что у ней, может быть, не хватать очков этого, как его, очков довольствия. И вообще, то есть, по настроению всё будет печально. Но я это сделал, потому что это положительный акт. И хочу с ней подружиться. Так, здесь предлагают построить... Он-то, что вы говорите? Ну давайте построим. Ну ладно, это будет уже, наверное, в следующей серии. Я надеюсь, что мы в следующей серии захватим Карфагена, дадим его Дидоне. Мы сделаем такой жест доброй воли, станем её другом, союзником. Потому что, как видите, без союзника здесь жить тяжело. Не считая того, что я всё-таки вырулил с этой ситуацией, когда мне зажимали с двух сторон. Ну как бы там ни было, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Увидимся уже в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok